В Куркинскую районную больницу Алексей Дюмин и замминистра здравоохранения области Геннадий Ларин приезжают без предупреждения. Так лучше видны проблемы. Тем более, что на работу учреждений у местных жителей много нареканий. Каких этот вопрос губернатор задает пациентам. С новым заместителем министра здравоохранения заехал посмотреть, как организованы процедуры приема врачей, наличие лекарств и вообще какое отношение. Ну я вообще так редко болею, а то, что вот стоматологом очень довольна, очень обходительный врач, очень такой внимательный. Не хватает терапевтов. На весь район всего один педиатр, соглашается главврач больницы Татьяна Жичева. Кадровая проблема одна из самых острых. Нужны молодые специалисты. Некоторым врачам уже под 80. В вузах обучаются студенты на целевых местах, но они стараются остаться в Туле. У нас обучаются целевики, наши 12 человек обучаются. Двое из них должны, так скажем, в этом году приступить, но... Есть сомнения, что ли? Да, есть сомнения. Они уже приходили к меня отпрашиваться, чтобы я подписала помогу. Я, конечно, не подписала, поэтому проблема вот в этом. Одна на район и скорая. Так работают с 2014 года. Норматив это не нарушает, но населенные пункты сильно разбросаны от райцентра, удалены до 35 километров. А на вторую бригаду нет фельдшера. Есть проблемы с работой сельских фапов. Из 12 работает только половина. Да и медоборудование устарело. Необходимые лекарства есть, но не хватает тест-полосок для больных с сахарным диабетом. Все вопросы будут решаться, обещает Дюмин. Поручение дает Геннадию Ларину. Что касается и обеспечения лекарственными препаратами, значит, и обеспечения по линии выхода из строя медицинской техники, которая здесь необходима, и уже все гарантии проработаны. Заявки поданы у нас. В том году подавалась заявка. С новым заместителем министра здравоохранения вы в курс дела введите, и все точные аспекты проработайте, а вы с вами приключите предложения на уровне дополнительного финансирования. Предстоит в больнице провести и капитальный ремонт. Плитка на полу в коридорах разрушается, со стен отваливается штукатурка. В таких условиях пациенты не должны лечиться, говорит Дюмин. В прошлом году в порядок привели местную поликлинику, а на стационар денег не хватило. Заявку на ремонт подавали еще с 2011 года, рассказала главврач. Многие сметы уже устарели. И над этим вопросом в областном правительстве также подумают. А для улучшения медицинской помощи на селе в этом году в районе поставят один новый модульный ФАП. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.